Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели! Чтобы принести какую-то пользу и постоянно какие-то ценности добавить, чтобы вам было удобно практиковать, чему мы обучаем. Всегда советы, которые я даю на этом YouTube-канале, они практичны, все проверены мною, моими наставниками и много-много моими учениками. В рубрике хочу рассказать в этом ролике о том, чему я учился у Роберта Гасаки. Три важные вещи, которые я учился, сейчас в этом ролике хочу рассказывать. Это финансовая дисциплина, то есть введение учет, важность введения постоянного учета. Я прочитал его много книг, потом играл много раз на его игры, и потом посещал несколько его семинаров, тренингов, консультаций и так далее. И в целом очень хорошо понял важность именно введения учет контроля финансовой дисциплины. Вы мало зарабатываете или много зарабатываете, неважно, какую у вас профессию, и большое значение иметь, чтобы вы ввели финансовый учет контроля, финансовая дисциплина. Это первое, что мне давала его учеба. Вторая важная вещь, чему я учился у Роберта Гасаки, это я был убежден, что надо постоянно накопить деньги, а потом своими деньгами делать бизнес. Потому что в моем практике было так, что я постоянно встречался с людей, которые, например, питались отсюда занимать, делать бизнес, потом оттуда брать, делать бизнес, или кредитами начинали бизнес, или долгами начинали бизнес и так далее, а потом большинство из них банкротились. Одновременно я видел людей, которые сами по чуть-чуть накопили капитал и начинали своими деньгами делать бизнес, и потихону у них хорошо пошло. То есть получается, что те ребята, которые своими деньгами накапливая делали бизнес, у них были лучшие результаты, или, по крайней мере, большинство из них были в плюсе, и у большинства из них бизнесы развивались. А те ребята, которые питались отсюда занимать туда, оттуда занимать сюда, или долгами начинали делать бизнес, у большинства из них были печальные результаты. Я не говорю у всех, но у большинства. Тогда у меня было убеждение такое, что нужно лучше своими деньгами накопить, а потом начать делать бизнес, так будет лучше и так намного легче. Я долго работал так, и двигался, развивался, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Пока преломный момент в моем сознании стал именно общение с Робертом Касаки и с его французами. Это вторая вещь, которую у него учился, называется «Деньги других людей, ресурсы других людей». То есть самое главное, я понял, как мне надо готовить свою компанию, чтобы мой бизнес был готов для того, чтобы я мог найти партнеров, инвесторов и так далее, чтобы делать бизнес. Главное, я понял, когда могу привлечь деньги других людей, а когда лучше нельзя это делать, чтобы это не превращалось в проблему. Что я понял хорошо? Первое, если вы сделаете одно бизнес, и он реально, вы прошли все испытания с этим бизнесом, все плюсы и минусы все усваивали, все ошибки прошли, все недостатки поняли, команда ваша поняла, система у вас уже потихонечку отточилась, тогда привлекайте деньги и масштабируйте. Вот что я точно ловил из этого, и тогда что начал делать? Я привел шесть вещей в порядок. Первое, я проверил продукт, если продукт готов, если продукт проверен, если продукт реально работает и востребован, он качественный и так далее, то есть проходит. Второе, я проверил, что рынок есть для этого продукта, то есть потребитель готов платить за это и хочет платить за это по такой цене, такой дизайн, такой качестве. И третье, я убедился, что идея работает, идея действительно работает, и можно эту идею продвигать и так далее, и идея растушит. Четвертое, я проверил, что моя команда отточилась, некоторые люди уволились, ушли, некоторые пришли, и самое главное, появилась команда, которая понимает мою идею, вдохновлен моими идеями и готова реализовать мою миссию. Пятое, я сам готов, я понял, что я сам готов, то есть я могу уже теперь этот бизнес масштабировать, этот бизнес развивать, потому что все плюсы и минусы я видел, я понял, как могу зарабатывать, где могу зарабатывать, и самое главное, я понял, где деньги в моем бизнесе, то есть где является точка прорыва в моем бизнесе. Шестое, я понял, что моя система, она уже более отточилась, более практична стала, и система уже готова к тому, чтобы масштабировать. То есть получается, что я готовил сначала свой бизнес, а потом начал искать разных инвесторов. У меня было в итоге за пять лет двадцать девять инвесторов. В самом начале я делал один-два магазин парфюмерии, сам до пяти магазинов своими деньгами наладили все, отточили все, прошел все ошибки, а потом начал находить разных партнеров. Я начал потом разных инвесторов, партнеров находить, с одним из них две магазины открыли, с какими-то из них три открыли, с одним из них пять открыли, вот так, вот так начали делать. То есть мне помогла та идея, которая, сама мысль, которой учился у Роберта Киосаки, она мне хорошо помогла, а я его в практике начал внедрять, и она хорошо работала. Итога у меня было двадцать девять партнеров. Тогда, когда у меня уже бизнес нормально наладился, нормальные прибыли давал, я потихонечку начал выкупать, то есть я же начал возвращать долю их, большинство из них, потому что я брал всегда инвес-партнеров на два года, на один год, на три года и так далее. И постепенно возвращали их деньги с прибылями, а бизнес оставалось мне. То есть концепция моя, бизнес-модель моя, продукты все проверены мною, опыт мой, я ему показываю отчеты, он видит, что все результаты хорошие. И он говорит, давай, я говорю, хочешь, инвестирую, если у тебя есть деньги. Он говорит, да, конечно, я хочу. И он инвестирует, например, эннюю сумму и прибыль я делюсь с ними. Прозрачно работал, я работал очень честно и прозрачно и так далее. Всегда делился прибылями. Я всегда брал сроком на два года или на три года и так далее. Когда срок подходил, я возвращал деньги. А потом, когда чуть-чуть концепция у меня начали рост пойти и так далее, уже было больше двадцати-тридцати магазинов, тогда я начал брать сорок-шеидесят, потом тридцать-семьдесят. То есть, семьдесят процентов был мой, тридцать процентов был пассивным инвестором. Он же ничего не делает. Он просто получает гарантированные деньги. У него есть гарантированный пассивный доход. Это же выгодно. Вы представьте, на минуту он вкладывает, скажем, эннюю сумму, стабильно получает прибыл. Гарантированный пассивный доход. Я построил для своих инвесторов гарантированный пассивный доход. И это очень хорошо работало для них. Они были очень довольны. Я потихонечку работал, возвращали им всегда. Они всегда заработали со мной. Всегда заработали. Поэтому в связи с тем, что они всегда хорошо заработали со мной, были очень довольны. До сих пор некоторые мне звонят, говорят, да Влад, можно с тобой инвестировать и так далее. Иногда, когда какие-то проекты появляются, я им рассказываю. Иногда работаю, иногда нет. До сих пор сейчас у меня есть в данный момент 4 таких партнеров, которые сейчас со мной работают. Но уже, конечно, по-другому. Уже на постоянной основе, как партнеры. Это вторая вещь, что я учился у Роберта Косаки. Третья вещь, я учился у него управления недвижимостью. Правда говоря, у меня был достаточно свой опыт по недвижимости. Потому что я свой первый миллион заработал на недвижимость в самом начале. Но управлять недвижимостью у меня не было такого опыта. Именно как классные недвижимости управлять, как категория недвижимости управлять, как капитализация недвижимости увеличивать. Именно эти вещи я учился у него. Почему? Потому что особенно, что классальные вещи, которые у него я учился, не покупай недвижимость, пока ты не рассматриваешь 100 вариантов. Это вообще чудо. Всегда покупай недвижимость, которая стоит 20% ниже рынка. Это супер стратегия. Знаете, когда я в самом начале начинал практиковать это, выглядит как будто не может быть, выглядит как будто нереально. Но на самом деле это все реально и все можно и так далее. И я тогда начал вот это все делать. И, слава Богу, все получилось. Достаточно капитализация, моя компания вырос, и достаточно недвижимости, офисы, скажем, строим многоэтажные дома и магазины. Сейчас уже начали строить бизнес-центры. Я думаю, что из этого рассказа вы что-то для себя отметили. Попробуйте практиковать, может быть и вам поможет. С того момента у меня формировалось такое четкое понимание. Теперь я сейчас думаю, как работать с крупными инвесторами, крупными инвестфондами. Потому что я внимательно начал изучать, понял, что все миллиардные компании этим занимались. Абсолютно все миллиардные компании работали инвестиционными фондами. И все, кто миллионеры и миллиардеры, они работали так. Сейчас я готовлю свой холдинг к этому переходу. К этому переходу, чтобы создать капитализацию холдинга, миллиардные компании. Поэтому я над этим работаю. Со временем, Бог даст, я думаю, что до этого дойдем. К каждому человеку, который меня что-то обучал, я их читаю своим наставникам. Один из них это Роберт Касаки. Спасибо, ребята. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова